В зависимости от того, какую стойку вы выбрали, вы уже в ней и работаете. Если я сейчас, допустим, работаю в правше, то снова начинаю отрабатывать уже те ударчики, которые отрабатывали до этого во фронтальный, сейчас отрабатываем в боевой. В принципе, то же самое, единственное, чуть-чуть биомеханика отличается. То есть, когда мы бьем задней рукой, здесь поворот нужно чуть больше. И когда мы руку возвращаем, нужно уделить внимание тому, чтобы вернуться полностью. То есть, мы нанесли атаку и не просто встали, а вернулись опять в стойку полуоборотом. И вот мы опять бьем прямые ударчики от подбородка, локти поуже, переношу вес тела с ноги на ногу. Ударчики снизу. И в голову, и в корпус. Стараемся побольше выкручивать туда кулачок боковые. И, как вы понимаете, длина ударов зависит от того, на какой дистанции вы находитесь. Если это ближняя дистанция, ударчики покороче. Если это средняя дистанция, по амплитуднее. Ну и уже в дальней дистанции стараемся максимально длинно. Туда набрасывать ударчики. В соответствии с теорией бокса, с биомеханикой, когда мы бьем боковые удары. Если это ближний бой, мы бьем с вертикальной постановкой кулака. То есть, под прямым углом по отношению к цели у нас кулак. И, так называемая, кружка туда вставляем в локоток. Если уже дистанция увеличивается, нам неудобно бить в такой постановке кулака. Мы разворачиваем в горизонтальное положение и бьем из горизонтального. Если на дальней дистанции, то еще делаем поворот и уже так нам легче достать. Но, опять же, это уже индивидуально. Есть такие спортсмены, по-моему, даже Флойд Мейвезер бил такой полукружкой с дальней дистанции. У него еще были некоторые травмы с кистью. Это зависит от того, какая дистанция. Что вам удобнее, скажем так, наносить какой удар, под каким углом. То есть, это пожелание такое, для того, чтобы в зависимости от дистанции вы меняли вот этот поворот кисти. Ну и, естественно, обычно, вот чаще всего боковой заходит на вот этой средней дистанции. Поэтому постановка кулака вот такая горизонтальная.